Слава Украине, Героям слава! Привет всем от Полонского. Ребята, очень интересный момент. Смотрите, мы уже говорили несколько раз, что Россия не имеет права на существование. Это как бы аксиома. Этой страны не должно быть. Но вот давайте подойдем с такой исторической точки зрения и посмотрим, какие республики имеют право быть на территории так называемой России и какие исторические корни под этим есть. Прежде всего я предлагаю начать с Якутии. Поскольку она была свободным государством отдельным от фашистской России от тогда еще РСФСР и обманом ее затянули туда убив Якутов, убив Эвенков. И сейчас, используя их внуков задурив им мозги, запарив им мозги и сделав из них путинское пушечное мясо. О чем идет речь? В 1924 году, 14 июля была в поселке Аян была провозглашена так называемая Тунгусская народная республика. Она приблизительно была плюс-минус на территории нынешней Якутии, Магаданская область. Вот там вот, приблизительно. Каких-то установленных, очень четких границ она не имела. Это понятно. Не те годы было, некому было демаркацию проводить. Но тем не менее, она была. И это был кусок истории этих народов. Дело в том, что все эти народы, как и венки, так и тунгусы, так и орочи, эвены. Они жили своей родоплеменной жизнью, мало соприкасаясь с действительностью. При царе они вообще торговали с штатами даже очень неплохо. Продукция своя. А продукция у них прежде всего это была шкуры. Шкуры стоили сумасшедших денег. И поскольку границы в то время еще кое-как так охранялись, но если честно, не очень-то охранялись, они вели свое хозяйство, они жили относительно неплохо. У них были доходы от торговли с Соединенными Штатами Америки, благо до Аляски там недалеко. И они, в общем-то, были довольны жизнью. Но потом происходит большевистский переворот. Кстати, некоторые представители этих народов довольно-таки и якуты, и ивены, там они, более-менее благословно, часть из них была настроена по поводу этого переворота. По сути, не понимая, что там происходит. До тех пор, пока большевики не добрались до самой Якутии. Я образно говорю Якутию, подразумевая и Камчатку, и Магаданскую область. Вот это все. Точнее, Чукотку, а не Камчатку, конечно же, Чукотку. Вот. И, собственно говоря, с этого момента у них начинаются проблемы. Их обложили сумасшедшими налогами, установили везде НКВД, позже ГПУ. Начали их щемить, начали над ними издеваться. Дошло до того, что коммунисты навешали на них долги, которые у этих якутов были еще в 13-м году, в 14-м году, еще при царской России. То есть, представляете, уровень цинизма. Эти пришли, свергли ту власть, а вот те долги, они не забыли, что были тогда. И навешали на этих якутов. Короче говоря, в результате геноцида этим стало нечего есть местному населению. И они восстали. Но опять, они, понимаете, они восстали. Сначала это было несколько, ну, вообще, это было несколько робко. Они не понимали точно, что они делают. Прежде всего, они в 24-м году провозгласили свою республику, Тунгусскую республику. И все равно, понимаете, они, у них как бы была программа максимума, это такая независимость. И программа минимум, это автономия в составе РСФСР. Вот это была самая главная их ошибка, что они были готовы принять автономию. В то же время, они были в состоянии добиться независимости, хотя бы просто потому, что во время начала восстания и в первые дни восстания они нанесли несколько серьезных поражений коммуно-фашистам, которые туда приходили убивать якутов. Им нанесен был довольно серьезный ущерб. И якуты, собственно говоря, отбили у них свою независимость. И так оно и продолжалось худо-бедно до 27-го года, когда вот эта вот вся ситуация с вот этими, знаете, половинчатыми решениями, она их угробила. Объясняю почему. Дело в том, что мы прекрасно знаем, что такое Россия. У России есть три кита, на которых она построена. Первый кит – это ложь, второй кит – это ложь, и третий кит – это еще большая ложь. То есть, ничего, кроме лжи, из себя Россия вообще не представляет. Якуты по наивности. Я, говоря якуты, имею в виду абсолютно всех жителей Тунгусской республики. Это там несколько, ну, это собирательный образ. Не только якуты, там и евенки, и евены, и как негидальцы, и кто хочешь. То есть, там абсолютно разные были народы. Они по своей наивности начали договариваться с большевиками. Те, вы же прекрасно понимаете, что они из себя представляют. Это подлецы из подлецов. Они достойные, вот те, точно такие же, как вот эти, которые сегодня зверствуют в Украине. Точно такие же были и там. Просто якуты были послабее, чем Украина сегодня. И они им сказали, да, вы получите республику, вы все получите, только сложите оружие, только, да, вот мы с вами договоримся обо всем, все будет хорошо, сложите оружие, вы получите и независимость, вы получите и автономию, что вы хотите, налоги не платить, будете налоги не платить, будете зверя добывать, в Америку продавать. Короче, разве что не пообещали им, что они будут летать на космическом корабле на Луну. А так все пообещали. Ну, те взяли по своей наивности, сложили оружие. Что вы думаете, моментально, значит, они с чего начали, они устроили геноцид, они убили очень много женщин, якутской национальности, венской национальности и так далее. Они просто их перебили. После этого они арестовали сначала 128 человек, причем они арестовали людей, которые в принципе в восстании не принимали даже участия. То есть, они арестовали всех тех, у кого было мало-мальское образование, всех тех, кому можно было условно причислить, якутской интеллигенции, овенкиевской интеллигенции, кто ходил в школу, умел писать, кто разбирался, читал газеты, понимал, что в мире происходит, понимал, каких обманывают со стороны вот этих вот коммуно-фашистов. И они взяли, всех арестовали, даже тех, кто не поддерживал это восстание, дали им различные строки. А позже, когда, значит, они опять-таки, говорю, убили очень много там женщин, понизили, чем понизили количество местного населения, это уже был геноцид, они сделали вот, что они просто начали производить массовые аресты якутского, авенкийского населения и вывозить их в зарождающийся тогда ГУЛАГ, где большинство из них изгинули, их или расстреляли, или создали в ГУЛАГе такие условия, что домой они уже никогда не вернулись. И таким образом они похоронили, тогда они похоронили якутскую, якутскую, говорю, Тунгусскую народную республику. Так вот, на сегодняшний день в России есть Якутия. В принципе, Якутия является правоприемницей Тунгусской народной республики и имеет все права на, прежде всего, алмазы, вот эти все драгоценные камни, которые, там куча, там целая таблица Менделеева в Якутии находится, которые у них просто грабят, они живут в нищете, все это вывозится на Москву, покупается за него масса оружия, за эти алмазы, а потом из этого же оружия сегодня они убивают украинцев, а завтра восстанут якуты, они побегут опять убивать тех же самых якутов за те алмазы, которые они в Якутии и добыли. Поэтому, с моей точки зрения, Якутия и является одной из первых республик, которая должна отделиться от этого бензинового Мордора, показать им до свидания, оставить, обрезать финансирование Москве, добыть подлинную независимость. Кстати, у них есть флаг, очень интересный триколор, только не вот этот вшивый аквафреш, который там тряпка размахивается над кремлевскими этими башнями, которые снести надо. А красивый флаг, у них был флаг черно, извините, бело-зелено-черный. Белый флаг, значит, это снег, зеленый тайга, черная земля. Очень такое оригинальное сочетание интересное. И вот под таким флагом я считаю, в Якутске должна быть новая республика, под таким флагом Якутия должна отделиться, да сказать до свидания колонизаторам, тем, кого что-то не устраивает, отправить туда, откуда они к ним приперлись. И жить нормально, используя свои блага, изучая свой язык, якутский, авенкийский и так далее, и так далее, развивая свою культуру и не давая грабить себя московским этим пришлым зайдам. Слава Украине! Якутия будет свободна! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...